Всем привет! День забрал меня с работы. Я на этой неделе работала как фулл тайм, как не частичная, как полная занятость. Вот. И даже в субботу. Но вот сейчас у нас заканчиваются праздники, и говорят, что январь-февраль тихий. Тихие месяцы могут даже меньше дней как бы ставить на работу. Я уже, честно говоря, жду этого. Ну, в феврале я сама собираюсь взять 10 дней. Отпуском, что жорика каникулы будут зимние. А в январе я надеюсь все-таки немножко отдохнуть тоже после вот этих праздников, потому что мы практически каждый день работали, что хорошо для финансов. Но так-то, конечно, хочется уже и расслабиться. Вот. Но я взяла выходные на 31-е и 1-е. То есть, когда у тебя частичная занятость, ты можешь брать отпуск, выходной в любое время, на сколько угодно дней. Они, естественно, не оплачиваются. Ну, все-таки почасовая оплата. Вот. Но как бы тебя не спросят, почему ты там столько пропустил, почему ты так мало отработал, так много отгулял. Типа, это все сколько хочешь, столько и бери. Поэтому я взяла только 31-е и 1-е и взяла день журика операции. И потом у меня будет уже поменьше рабочих дней, уже через недельку-другую. Буду отдыхать. Что еще? Едем из Дени Вегманс купить все уже окончательно к Новому году. Мы пригласили гостей на Новый год. Моя подруга Дженнис с мужем придут. И Лизан парень приедет, уже приехал. И мы будем отмечать вместе Новый год. Ну, Лиза уйдет там на вечеринке со своим мальчиком. А мы, в общем, у нас будет своя вечеринка. Жоржик только у нас, получается, будет бесхозный мальчик. Но он с нами любит с детьми тоже общаться. Вот, потому что он у нас много знает о музыке, о рук, о американском роке. Американском, британском, короче, классическом роке. И муж у Дженнис Дака, он тоже очень увлекается роком. Вот о них общие, в общем, темы для разговора, они общаются. Жорик у нас приболел, кашляет ужасно. Причем кашляет в основном по ночам. И мы его уже к доктору возили, его послушали, там сказали, что все нормально. Ну, то есть нет легких, ничего там. И даже сделали тест на ковид, и он остался отрицательным. Но у нас вот в магазине люди ходят, уже где-то 20% людей ходят в масках. 20% точно в масках ходят. И когда Деня с Жориком ездили к доктору, вот, проверить его легкий кашель, все уже, их сразу предупредили, что вы подъезжаете. Все как было, как во время ковида. Вы подъезжаете, звоните в офис, вас потом впускают через там какую-то дверь отдельную. Маски обязательные. Ну, выдают им маски. Нет, у Джафара не было масок. А, не было? Нет, они все в масках. А, они все в масках. Это мы когда ходили на рентген, а там у нас же выходили, как нельзя, лежат эти маски, табличка детям, заставка. Ну, и тест на ковид сделали тоже, как вот, как два года, три года назад. Вот. Так что такие дела. У нас погода теплая и противная. Сегодня, правда, мороженое закрыто, да? Сегодня, правда, пошел снежок, такой мокрый, сразу тает. То есть он даже не остается на земле. И температура немножко опустилась, но вот она вот такой сеет, сеет. Уже снега нет, уже такой дождь сеющий. Ну, из-за этого холодный, потому что температура опустилась. А Жорик вчера ходил с друзьями в аквапарк индор. Ну, вот это помещение, которое. Вот. И это полдня в аквапарке был. Там бассейн на улице с подогревом. Они там тоже купались. В общем, довольны. Единственное, что его укачало на горке. Прокатился на горке, его укачало, и он запросился домой. Вот такие дела у нас. Ладненько. Мы едем в Марш... В Маршалс, это там, где я работаю. Вегманс за продуктами. В принципе, у нас все есть. Стол на стандартный, стол на Новый год. Это шуба, оливье. Ну, и вот это все там по мелочи. Вот. Ну, покажу, что мы будем покупать. Слушайте, хотела рассказать. Я же в магазине никогда в жизни не работала впервые. У меня такой опыт работы в магазине. Но я же люблю шопиться. Вот. То есть я знаю, что вот после праздников будут сейлы там. Особенно на новогодние товары. А сейчас я все это как бы подробно вижу. Я вижу вот это вот, как поток вот этот, да, как проходит. Вот приходят за два или за... Особенно в последний месяц перед праздниками. Фурами, фурами, фурами идут вот эти товары. У нас нет места их куда класть. Мы доставляем, доставляем полки, довешиваем крючки. Столы выдвигаем, как на свадьбах. Все, 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 чтобы уместить этот товар. Так, и вот где-то в последнюю неделю перед Рождеством это все просто исчезает. Вот я работаю, ушла домой там в 2 часа дня. На следующий день утром прихожу, полмагазина нет. Люди просто сметают. Вот особенно в последние дни. Я еще думаю, ну что уже там эти товары лежат, это уже месяц. Чего они его до сих пор не скинут на клиренс? Ну, на скидку не сделают. А они не делают, потому что перед, за 2-3 дня перед праздником люди покупают все, что лежало там месяцами. Даже то, что уже не относится к Рождеству, потому что за подарками бегут, покупают покрывало, одеяло, комплекты белья, полотенца, все что угодно. Все сметают. И на следующий день после Рождества сначала идет рождественский, то есть автоматически 50% на все рождественское. Все, что красное, зеленое, с елочками, с игрушками там новогодними и все такое. И потом, значит, с каждым днем мы проходим каждый отдел и все товары идут на распродажу. Скидки, 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 скидки. 20%, 30%. То есть мы клеим новые ценники на все, красные вот эти. Скидка, скидка. И сейчас у нас вообще, вот смотри, полки пустые, столы убраны. Все, что мы доставляли, уже убрано. Все, что мы довешивали, все чистое, стены чистые. У нас на стенах не было ни одного свободного места. Потому что в стены можно вставлять вот эти вот крюки для вешания всяких вещей. Пусто сейчас, все белые стены стоят. Полки пустые, все, все, все. Теперь мы расширяем пространство и между ставим еще какие-то такие полки, типа, как будто бы там что-то лежит. Вот. И на следующей неделе у нас инвентаризация. И желательно к инвентаризации иметь как можно меньше товара. Поэтому сейчас идет на сейл все. Сейчас распродается все. Сейчас вот люди ходят тоже в поисках там распродаж и выметают уже настолько последнее, что вот если перед крисмосом вот это последнее было еще в полную цену, то сейчас оно все в полцены там с большими скидками. И люди просто, видя вот эти вот красные ценники, ну, они действительно скинули хорошо вещи в цене. И вот все это, все это, все это, все это подбирается. То есть где-то, когда у нас там 4-го числа. В начале года идет инвентаризация. И как можно меньше товара должно остаться. Фуры к нам сейчас не приходят. После Рождества ни одной. То есть вообще ничего нового не докладывается, все уходит. Вот так вот интересно оказывается. И потом после инвентаризации уже все будет абсолютно почищено, все чистенько там, что останется. Некоторые вещи, то, что Рождественское уже вообще уберется, дастся там когда-то, не знаю, на благотворительность там куда-то. Вот. И тогда уже будут приходить новые свежие товары. Ну, так, интересно. Ну, мне интересно, потому что я люблю ходить в эту шопицу. Теперь я знаю весь процесс. Теперь я знаю, когда лучше всего там, ну, если не принципиально что-то конкретное купить, вот что-то там присмотрел, а вот так вот просто приходить по это, там посмотреть, и если что-то попадется там купить, если ничего срочного нет, то вот нужно приходить прям уже в последние дни распродаж, потому что это самое выгодное и самое... Ну, уже нет такого, конечно, большого выбора. Хотя вот сейчас я смотрю, люди несут и несут какие-то классные пальто меховые. И действительно, смотрю, они висят эти пальто. Конечно, там уже и размеры, но у нас там вообще размеры. Маршалс, у нас же не то, что ты там идешь в бренд, и вся размерная сетка, а у нас-то как получится. Вот. Такие у нас интересные дела происходят. Так, ну что, мы решили в русский магазин не ехать, а приехать в Бекамус, потому что здесь какой-никакой есть выбор всего, в принципе. Добавые палочки. Ну, прав, палочки то. А вот, смотрите, даже рыба на нашу похожа, как она завялена, но вот этот кусочек стоит 9 долларов малюсенький. Вот. Дальше. Десяточка. Меньше ладошки. 8,50. Значит, органик салман. Вот эта вот пиндюрка стоит 11 долларов, потому что полкило стоит 44 доллара. 40 долларов за полкило. Вот этот маленький кусочек стоит. Он плоский. Тут вообще ничего нет. 20 долларов. Но мы взяли, короче говоря, за 21 доллар тоже. Вот такой вот кусочек. 20, ну, грубо говоря, 30 долларов за полкило. 29 за паунд. Ну, хотя бы так, короче. Вот. Еще тут холодно. Пойдем нарезку смотреть. Вот, вот, я говорила, мне спрашивали про колбасы. Вот в магазинах таких хороших, дорогих, можно взять нарезку, выбрать колбасы по нарезке. Это можно. А вообще они не продаются и купе. Вот смотри, вот я хочу мяско какое-то, да? Что такое? Опа. Опа, попа. Я хочу... Вот смотри, какая красивая это печена. Ну, вот это какая-то баллоня некрасивая. Красивая вот эта с жирком. Но на оливье она не пойдет, да, с жирком? А, вот эта? Да. На что что? Ну, типа докторская вот эта колбаса. На оливье не пойдет, да? Да пойдет. А это как-то не очень... Ну, это она и называется леонская баллоня. Вот канадский бекон. Да, хочу канадский бекон. Он, кстати, недорогой, его можно паунд взять. Вот. Пастрами есть. А, баллоня, да? Да, ну вот она вот, вот та вот. А, да, да. Вот это красивый кусочек. Она тоже недорогая. Вот тот красивый кусочек, да, лежит? Да. Такой может... Да, вот этот похож. А вот тот плоский, на сало похожий, это что? Ну, какой-то такой. Потом, смотри, какая-то hot capa collo, какой-то с перцем. Вот это рядом мне мясо очень нравится. Как оно называется? Где оно? Вот оно. Точно? Ну, глянь, оно такое же. Как оно называется? Торг-порг лайм. Ну, тоже нормально, еще более-менее, если это он. И тогда можно какую-то... Ну, это все по четверть фаунду вообще. Чисто на стол. А, да. Нам побольше, что у канадского опекона. Он очень вкусный. Потом вот эти вот красивые. Это все итальянские колбаски. Ну, это какая-то типа вообще, да? Паперони. Или что это? Да. Вот все симпатичные лежат. Что, будем выбирать, да? Так, ну что? Мы вернулись. Потратив 350 долларов только в продуктовом магазине. И еще заехали за... День еще заехал за алкашкой. Вот. Но это, конечно, не на один вечер. Но Деня там что-то прикупил, сейчас покажет. А ты мой мощный сын, чтобы я помог. Мощный сын, иди помогай. Купили торт. Сегодня будем есть его? Как хочешь? Ну, Дженнис что-то принесет, сказала, на десерт завтра. Шоколадно-малиновый. Да, еще два-три. Вот. Ну, а это у нас гость сегодня. Вот. Поэтому мы купили такой. Чай попить. Показываю. Круассанчик купили. Это потому что я была голодная с работы. Мы купили круассан, но я вот так и не съела. А это папа вам купил с Лизой. Сказал, что вы такое очень любите. Ну, не надо вычислить. Я купила им такие чипсы. Мы сто лет чипсов покупали. Говорю, Деня, не надо брать. Не надо, не взял. Потому что я был голодный тоже. Нельзя голодным ходить в магазин. 337 долларов. Ой, что холодно. Так. Купили две упаковки по 18 штук яиц. 36 яиц. Потому что на эти салаты уходит. Жорка, мы купили огромную баклажку шоколадного молока. Потому что Лиза нам сказала, что ее мальчик тоже любит молоко шоколадное. Булыки с масляцем. Две пачки. Нет, одну или две пачки мы таких купили. Что мы можем убрать. Да, две пачки вот таких макарон купили. Крученых. Две пачки вот таких плоских, как лапши. Фетучини. Это Роттини, это Фетучини. И Angel Hair. Волосы Ангела. Тоненькие, тоненькие, тоже очень вкусные. Получается 6 пачек макарон купили. Ну ты, конечно, не на Новый год. Это просто так. Ой, где я купил Рафаэллу? Рафаэлла, кстати, здесь редко попадается. Здесь Ферерро Роше, вот эти круглые шоколадные с орешком. А Рафаэлла очень редко. Дальше, вот эту огроменную буханку. Когда последний раз? Месяц назад мы покупали. Да, но мы ее слили уже давно. Вот, опять здоровую эту буханку купили. Но мы будем делать бутерброды завтра. Вот, потом на завтрак день я купил. Так, что там? Руна? Руна? Купи, туда. На завтрак день я купил булочки. Четыре таких, четыре таких. Но это потому что надо угощать гостей. Так, Руна, пошла вон отсюда. Так, показывала я нарезку вот эту рыбную. Ну, конечно, наша рыбка вкуснее в русском магазине. Но наша рыба подорожала тоже нереально просто. И мы до русского магазина уже не доезжали, уже сто пятьсот лет. Вот. И как бы уже решили, ладно, чтобы специально в другой город не ехать из-за этого. Дальше. День от два манго купил каких-то маленьких таких. Желтые, как наговая. Как наговая в желтый. Чеснок. Спелый. Огурец, адын. Два этих, граната. Надо, кстати, грейпфруты уже покупать. Нет, все, я после Нового Года. Я уже купила себе йогурт. И надо купить грейпфрутики. Прошутто. Нарезка. Бекон. Нарезка. Но это не такой бекон, которым жарить. Это такое, как ветчина бекон. Вот. Колбаска такая. Нарезали нам. И ненарезанная. Может было и поменьше. Вот на это много денег, кстати, ушло. Вот этот кусочек колбасы. Вареный. Ну вот этот, который на оливье. Стоит 12,78. Вот это нарезка колбаски 13,45. Вот это нарезка бекона 14,03. По возрастающей. И вот это. Прошутто. Тонко нарезано. На 10,66. Вот. Но это чисто на стол положить. Дальше. Купили оливки зеленые, оливки черные на стол для красоты. Сметану и йогурт. Без добавок, просто йогурт. Потом я покупаю вот такой, люблю сырочек. Здесь в одном сырочке 25 калорий. Но это вкусно. И вот такие помидоры разноцветные. Пахнут, кстати, на стол. У меня просто есть такая красивая такая, как сказать, ваза, ну и ваза, как она называется. Не миска. В феврале, 24-го года. Он еще запакован? Да. А это сегодня я купила? Нет, это он. Так это же хорошо запакован. Это май. Значит, сначала вот это надо съесть, потом вот это. А что я хотела сказать? Да, у меня такая есть как форма, красивая такая, белая. И в ней как бы 4 отделения глубоких. Для... Вот я хочу в одно оливки, вдруг зеленые, черные, помидорки и еще соленые огурчики. Так. Все очень сбивчиво. Все быстро рассказываю, очень успеваю. Ой, вот это не подниму. О! О! Фух! Самое тяжелое. Сода, кола, пепси. Это надо на балкон, там холодно на улицу. Или сода? Нет, тут тепло. Устатый. Куда? Это, вот это. И спрайт. Это завтрак столу. Дальше. Апельсиновый ананасный сок. Очень вкусный ананас и апельсиновый. Это большой огурец на салат Оливье порезать. Мелкие огурчики положу в одну из этих пиалочек отделений. Меленькие. Меленькие. Вот. Давай следующий. Так. Два белых лука сладких. Отнеси, пока не закрыто. Сладкий лук. Маленькая маслица. Маленькая. Есть побольше упаковка. Это поменьше. На... Оно очень вкусное, ирландское. Мазать бутерброды с красной укрой и бутерброды с этой красной рыбой. Веня сыр купила. Я не знаю, если буду вообще на стол сыр резать. Перчик. Просто кушать. Бекон. День А2 тащил. Я его вовремя остановила. Но один все равно взял. Так. Морковку сейчас поставлю варить. Картошку сейчас поставлю варить. На салат. Дальше. Что у нас еще есть? Ох. Вот там еще пакет. Где? А вот это пустой, да? Пустой. Багеты еще. Два багета. По ценам, как будто бы я в колледже. Два багета. Вообще, мне... А багета... Не знаю. А что мне французское что-то петь? А что мне петь? Так, что? А, алкашку не будем показывать. Я ее сама еще не делала. А что ты не показал, какое огромное мы купили масло под соль... Оливковое. Оливковое. Вот в таких огромных баклажах галлон. Оливковое масло. Но я его переливаю в бутылочку в такую красивую с дозатором. Очень удобно. И... Алкашка. Я погулял. Букл мне сказал, что... Просека это... Спарклинг вайн. Это изготавливаемое из какого-то сорта, так, еще винограда. Просека. Узнает у людей. Я уже говорила, что мы попробовали лимончел. Потому что все пьют, а мы никогда не пробовали. Лимончелло и Просека. Лимончелло нам вообще не понравилось. А Просека понравилось. Москату это то, что я все время пью венцо. Легенькое такое. С утра уже. О, это такая она огромная, да? Полтора литра, да? А это мохито уже готовая от Бакарди. Да, причем там Бакарди. Бакарди ром. Поэтому мы и взял. А смотри, тут надо еще... А ты лайм на слайма нет. Лимон у нас есть. И мяты у нас нет. Но она уже готовая. Она с мятным вкусом уже. Да, ну, ледика еще. Билайн и джурс уже есть. Лед остался. Да. А здесь же еще мохито делают с этим. Дробятся льдом, и оно получается как снег. И все, да, о себе. А где твой Гиннес? А, на почту. А, ну, короче, день я еще себе купил пиво Гиннес. На завтра, на Новый год. Ну, все, вроде бы. Теперь уже точно все показала. Лодка есть. Такие подарочки. Подарочки-покупочки у нас. Завтра будем готовить весь день, как обычно. Как в горячем цеху. Но я нет. Я вообще горячего. У меня, кстати, завтра не будет. Дженнис принесет фондю. Вот. И десерт. А я сделаю салаты, закуски, фаршированные яйца в печенью трески, бутерброды. И все. И все. Будем все эти общаться, встречать Новый год. Всех с наступающим. Хорошо отпраздновать. И чтобы этот год новый. Как каждый год это желают все друг другу. Но пусть. Пусть он будет удачный. Вот удача, везение, чтобы было. И здоровье. Самое главное. Чтобы не болеть, не увечиться. Чтобы везло. Чтобы удача сопутствовала. И чтобы были родные, близкие, друзья, семья. Все рядом. Все родные. Все. Всем пока. С наступающим. Везели. Продолжение следует...